Добро пожаловать в Mewscore за минуту, серию коротких видео, которые помогут вам быстро освоиться с программой Mewscore. Меня зовут Доктор Джордж Хесс, и в каждом из этих видео будет показано, как использовать некоторые базовые функции новой версии этой программы. Программа Mewscore – это бесплатный нотный редактор с открытым исходным кодом, который является отличной альтернативой программам Финале и Сибелиус. Ее можно бесплатно загрузить с сайта, указанного на экране. Урок 1. Настройка партитуры. Первое, что вы видите при открытии программы Mewscore – это новое окно с названием «Начальный экран». На ней вы сможете создать новую партитуру, открыть имеющуюся, или подключиться к сообществу в сети на сайте mewscore.com. Давайте создадим новую партитуру. Сначала введите название и авторов нот. Затем нажмите кнопку «Вперед», и теперь вы сможете выбрать один из имеющихся образцов, или просто выбрать свои инструменты. Для выбора инструментов сначала щелкните на нужной группе инструментов, выберите желаемый инструмент и нажмите кнопку «Добавить». Для перемещения инструмента вверх или вниз, просто щелкните на нем и нажмите кнопку «Вверх или вниз». Вы также можете добавить нотоносец или связанный нотоносец, что очень полезно при добавлении табулатур. Теперь выберите ключевой знак. Здесь также можно выбрать темп мелодии. Наконец, введите размер мелодии, за такт, и количество тактов вашей мелодии. Не забывайте, что вы можете в любое время изменить любой из введенных вами параметров. Теперь нажмите «Готово». Вы можете вернуться к начальной странице или к окну параметров для внесения изменений, добавления или удаления инструментов. На данный момент у нас довольно базовая партитура. Вы заметите, что ширина тактов выглядит довольно необычно. Не беспокойтесь об этом, так как вид такта изменится после ввода нот в других символах, но вы можете захотеть добавить скобки. Чтобы добавить околаду, мы переходим к панели. Выбираем околаду и перетаскиваем ее на первый нотоносец. Затем дважды щелкаем на ней и тянем вниз, пока она не охватит все нотоносца. Можно добавить больше одной околад. Итак, я добавляю одну сюда, к нашей гитаре, и проделаю то же самое, используя тот же метод для вытягивания тактовой черты. Дважды щелкните на одной из них и потяните вниз. Вы увидите, что это приводит к настройке длин всех тактовых черт. Если вы хотите выделить отдельные группы, то это тоже можно сделать. Итак, теперь у нас есть базовая партитура, и мы готовы начать вводить наши ноты. This has been MuseScore in Minutes, a production of George S. Music. For future videos, please subscribe to this channel. And for information about music technology training and clinics, please visit our website. Thanks for watching.